Нет, я не против. Все, я слушаю и говорите, пожалуйста. Я смотрел ваши многочисленные ролики на сайте, на вашем сайте Воспитеблея. И у меня такой вопрос появился, задаваясь вам. Как вам удалось развить так вот феноменальную память, чтобы написать 38 книг, выучить несколько языков? Ну, это было когда-то. Теперь я уже этим не занимаюсь. У меня все ушло в другое место. Я занимаюсь сейчас Словом Божьим и интернетом. А как? Ну, просто занимался и Бог дал. У меня отец имел такую память. Может, наследственно как-то. Я никогда не тратил зря время. Даже в армии, вот, говорят, в армии время пропадает. А у меня не пропадало. А чем заняться? Советское время. Я изучил все политические системы мира. Начинаю заниматься языками. На немецкий у меня ушло полгода, на английский 4 месяца. И сразу занялся французским и испанским. В армии? А в армии вообще лишнего времени нет. А уж когда я уверовал Библию, в руки попало, тут уже говорить не надо. Сон стал сокращать. Он у меня доходил до двух с половиной часов в сутки. А как вы так высыпались, чтобы два часа спать и высыпались просто? Чувствовали себя бодро, например, каждый день? Господь. А пусть и спать два часа? Господь. Вот, знаете, я прочитал Псалом 118-й, 164-й стих. Я с людьми разговариваю, говорю, вы вот считали это? Конечно, считали. Ну, с кем бы я ни говорил, все считали. Я говорю, и что? А что? Я прочитал и понял. Это мне голос Бог дает. Там написано, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. До меня считали, может быть, миллионы людей. Я ни одного человека не встретил, который понял бы, что это о нем говорится. А у меня вообще все Писание ко мне говорится. Я почему запоминаю? Я все это переживаю. И моя жизнь таких вот поворотов была там, кажется, не засеяна в поле. Что я читаю, гнали. Меня гнали. Вот в вузах сидел, я в вузах сидел. Тонул я, я тонул. Горел я, горел. То есть мне легко запоминается, это обо мне говорится. Это моя биография. Семикратно в день. А что это такое? Я сразу посмотрел. Всегда начинается три святоя молитвы. Старю Небесный и заканчивается Отче наш. Это коротенькое. И положил себе щетки семь раз в день становиться на молитву сто поклонов. Семь раз. Не считай утренней вечерни. С ними получается девять раз. То есть девятьсот поклонов в день. А где время? Я не спрашиваю, где Бог дал жить. Я скажу, что уже много людей, которые последовали этому примеру. И Бог отворяет как бы окна. Бог слышит. Я получаю ответ. И после молитвы, у тебя сто поклонов, это не два раза поклониться. Если ничего не болит, нормально, земное. Чтобы ладони, лоб коснулись и колени коснулись земли. А если кланяться, вот я, допустим, не могу после операции на позвоночник. У меня три грыжи. Я кланяюсь так. Вот Царю Небесный считаю с молитвами Отче наш. И потом поклониться так, чтобы в коленях не сгибать. А рука могла пол достать. Это поклон перед Богом. И считаю, что я разбил так. Первый, это у меня десять поклонов. Христу, Даши Божьей Матери, Ангелы-Хранители, Иоанн-Креститель, Святитель Христов Никола, всех пророков поминаю. Потом здесь Небесная Сила и Апостолы, Мученики и Мученицы, Святые Отцы, Жены и Девы. У меня примерно 77 имен поминаются. Я их на память считаю. А вы во время молитв иконы используете? Или у вас без икон идут молитвы? Да нет, я молча могу молиться. Я вот полезу к голубятнику. Потому что святые образы использовать не обязательно при молитве. Что нужно? Святые образы, то есть иконы, например. Да нет, это не обязательно. В комнате у меня иконы. Но я же не в комнате бываю. А полез на голубятню. На голубятню. У меня там висят такие же щетки. Ну, не такие, но щетки тоже. Я там свободно помолюсь, а голуби на меня смотрят. Пошли работать около огорода. Там кусты. Я вырубил и все место. С ребятишками туда зайду я, начальник детского лагеря. Пошли малину брать где-то там в лесу. У меня специальное место ниоткуда не видать. И когда бы я ни был там, можно помолиться. Понимаю, это мое место. Ну, вы, конечно, прошли очень большой жизненный путь. Да. И детским лагерем заветовали. И просто, как говорится, это очень даже серьезный жизненный путь. Ну, понимаете, это не просто много. А дело в том, что это нельзя повторить. Притом ничего особенного как будто нету здесь. Допустим, советское время, 80-е годы. Я верующий. Я вижу, люди духовно жаждут. Они не имеют Библии. А ее тогда достать нельзя было. Нету. Ну, я говорю, а что ты сделаешь? А что ты сделаешь? Я вопрос никогда не ставил. Мне мысль пришла, что люди должны иметь. А некоторые считать не умеют. Я буду считать. А как ты будешь считать? А на пленку катушки были. И оказалось, 375 метров катушка. Она в 8 часов 20 минут. Вся Библия на 11 катушек. Библия от корки до корки. С неканоническими книгами. Почему до меня никто не догадался? Никто, не один. А это 79-й год. Я ее насчитал. Теперь работаю печеньком. У меня всегда 3 выработки было. 300% почти всегда выработка. Я неукротимый в работе был. Я покупаю магнитопон. У меня заработок в месяц был 72 рубля. Сторож. А один магнитопон стоит 320 рублей. Понимаете, сколько я должен? А я их покупаю 15. То есть неукротимый в этом вопросе был. Я для Бога делаю. И сразу Бог дает помощника. И одной кнопкой срывается 10 магнитопонов. И туда на скорости 19. А слушать на 4 и 7. И две дорожки в одном направлении. В две в другом. То есть в 8 раз быстрее, чем слушать. Это Бог делает. Теперь я не останавливаюсь на этом. Златоуста нельзя найти лучший толкователь. Со всего Советского Союза достаю. Просят назад. И насчитываю. Насчитываю. А у него в каждой проповеди. Я сейчас не могу сказать. Но примерно 3 тысячи ссылок. Или больше чуть-чуть. 3,5 тысячи. А они по-славянски. Вот еще. Ну просто все начну говорить. Чудо Божье. Не мое. Я когда считаю. У меня микрофон. Тут все это наделал. Мастер сделал. А я в окно. Гляжу. Вижу. Машина стоит. Это меня каравулят. КГБ. Я уже знаю. Тут всех обыскивают. Кто уходит. Я насчитываю. А местописания, которые из Библии. Они на церковно-славянском. Я каждый пакет считаю. И вижу. Я мгновенно его перевожу на русский язык. Помню как на русский. И считаю по-русски. И все книги. Это сколько ты. Ну допустим 40 тысяч стихов. 40 тысяч. Я их считаю. И сразу. А магнатфон-то его не остановишь. Крутится. А потом оригинал есть. С него теперь пошел тесать. Давай жития святых. 12 томов. Златоусты 12. Добротолюбие. Высшая философия. Как говорят христианцы. 5 томов. Всего 50 книг. Этого никто никогда не делал по сегодняшний день. В мировой сети этого нет. Почему? А что тут особенного? Я считать умею. Ну зубы были. Горло не болело. Я считал, что у меня голос не такой уж и не левитант. А люди почему-то особенно воспринимают. Сейчас в интернете зарядите Библию. И моим языком. Его там везде размножают по-разному. Я об этом не думаю. А к вам гордость не подходит. А что такое? Меня бьют со всех сторон. Давят. А мне нужды никакой нет. Это Бог сказал. Гнали меня, будут гнать и вас. А теперь интернет тащался. И еще. Игнатий Игоревич, такой вопрос у меня к вам интересный. Как вы относитесь, что христиане всего мира празднуют Рождество в разное время? Вот вчера было Рождество католическое. Православный будет 7 января. Никак. Католики правее нас. И все. Весь ответ. Католики правее. Потому что... Ну, еще иллюановский держать-то, когда языческий там был. А тем более ошибка доказана 13 дней. Они правы. Но я православный, я держу так, как у нас принято по старому обычаю. Я хочу дальше сказать. Вот сейчас интернет вышел-то. И кого не поговорю, но смотрят. Смотрят что-то. Я тоже смотрю. А что ты дал людям? Вот все, что у меня создано, 50 книг аудио. Это сейчас все выставляется. А после этого я веду занятия в пяти университетах. И мне студенты задают. Там, в милиции ведут. Почему никто в милиции не занимался? У нас город Барнаул, ну, скажем, 700 тысяч человек. Пять отделов, пять районов. Городское, УВД и Краевое. Я много лет веду занятия во всех. И Краевое. 13 школ. Почему никто это не делает? Все техникуме, воинское счастье, все заводы и пабрики. А я никаким себя не считаю. Я вижу, люди нуждаются, жажда. Я там буду. А попы гоняются за мной. Они меня гвоздают. У меня выходит в бумажном варианте 38 томов книг. Девять лет я не выложу из-за компьютера. Девять лет. За девять лет 38 томов, да, никто не поверит. У меня только стихов. Четыре тома по 800 страниц. Притом все стихи одинаковые. Сорок, тридцать шесть строчек. И вверху эпиграфы из Библии. Я не считаю что-то особенное. Это моя душа говорит. Люди не жаждут. Вот пришлось образовать детский лагерь. Почему? Дети беспризорные. Дети ничего не знают. А я знаю порядок. Я образовываю. И 48 лет занимаюсь. 48. Ни одного повреждения. Дети, которые к наркотикам привязаны, исцеляются полностью навсегда. Ни одного погубленного. Им интересно. Из года в год. Тысячи детей. И ни рубля ниоткуда. Ни в университете. Я нигде не получал. Иду сотрудничать в местную тюрьму. А были среди ваших воспитанников детей, которые стали, например, священниками? Стали священниками. И такие есть. Мало того, ко мне привезли показать еврея. Там один он. Наум Израилевич. Он в моем доме. Ну, три часа побыли или не было. Он стал православным. И теперь православный священник. Отец Наум. Следователь КГБ. У меня следователь, который ведет дело. Тоже принял Христа. И принял полное погружение. Крестился. С тюрьмой сотрудничать. У меня опыт. Я знаю их. В 18 лет я работаю в местной тюрьме. Бесплатно. Иду по камерам. Выступаю по рации. Выполняю какие-то просьбы можно. Иду ходатайствую. Почему люди не занимаются этим? Они только за мной гоняются. А гоняться за мной не успевают. 13 школ. Они вот пришли. Они говорят, он куда-то туда ушел. В Академгородке Новосибирском. Летном училище. Я даже не считаю, что что-то я делаю. Вот сейчас. У меня ютуб-канал. Вы в ютуб-канале найдите у кого. Самый большой тут выступает, кажется, Осипов. Профессор. У него 1700 роликов. 1700 роликов. Так он профессор. А у меня тут образования никакого нет. Надо это учитывать. Ни гуманитарного, ни духовного. А у меня 18500 роликов. 18500. Как вы относитесь к такому на ютубе? Есть тоже Андрей Ткачев выступает такой. Я знаю Андрея Ткачева. Я знаю Андрея Ткачева. Слышал его. Ну, у него там, кстати, 1100, кажется, роликов. Я могу... Вот сейчас начинают у меня все вопросы. А их сохранилось. Которые мне в бумажках подавали студенты. И там я треждаю программу вел регулярно. 4124 вопроса. 4124. Вам слышно? Что такое на удержании? Ну, вот видишь как. Не смог удержать. Давай. Скрылся. Что же такое? Ну, нет ничего. Нет. Ну, конечно, идет зря тут. Люди к этому привязываться будут. Скажут, как так. Его не слышно. От меня не зависело ничего. Все такое нападение. Ладно, включаю. Седric rajин. Ладно, я хочу... Ладно.